МИГРАЦИЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И мы очень рады, что это состоялось. Потому что мы очень хотим, чтобы разговор о миграции был именно с права человека ориентированной позиции. Чтобы права человека были тем ориентиром, который существовал, когда мы пытаемся регулировать, когда мы пытаемся узаконить, не узаконить миграцию. И всегда права человека должны для нас быть рядом, сверху, сбоку этого процесса. Поэтому мы очень рады, что так много людей сегодня заинтересовалось этой темой. И мы надеемся на продолжение. Я рассказывала про детей-мигрантов в нашем регионе, в Восточной Европе, в Центральной Азии. И одна из больших проблем с детьми-мигрантами – это задержание только из-за иммиграционного статуса, частично в которое упирается в Кишиневское соглашение о возвращении детей. Это актуально для всех стран Восточной Европы, Центральной Азии, включая точно так же Беларусь. В Беларуси, к сожалению, никак не было никакого отступления от этой практики. Дети-мигранты в таких случаях содержатся в приемнике распределителей в Минске, которые являются закрытым учреждением. Опять же, без учета вообще в целом какого-то их мнения возвращаются домой. Поэтому я очень надеюсь, что Беларусь заменит Кишиневское соглашение подобными двусторонними соглашениями с другими странами-членами СНГ. Константин. Мне очень рад, чтобы сегодня быть здесь, в этой конференции в Минске о людях и иммигрании. Я думаю, что это очень важно создать местные места, где академия, общественные соединения, общественныеarts, международных организаций и международных организаций, общаться с миграциями, особенно в последние времена, когда этот вопрос более виден.